Лайкайся, охренел! Орех! Верни ГС Вайдеру! У меня все прокачанное, 4 модуля стоит! Отдай ГС обратно! В данном видеоролике проходит конкурс на целых 60 ультраконтейнеров, которые ты можешь забрать деньгами, если контейнеры тебе не нужны. И для участия нужно поставить в настройках своего аккаунта текст создателя контента Вайдер, а также лайк данному видеоролику, подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, и написать комментарий со своим ником и словом участвую. И все! Итоги будут проведены на моем стриме. Стримы, кстати, проходят каждый день в 18 по МСК. Подробная информация про конкурс в описании. Всем привет, дорогие друзья! С вами Вайдер, и сегодня мы с вами записываем мой ролик по танчикам онлайн, и будем играть на струйкере, потому что я у нас забрал себе устройство, которое прям очень давно хотел, на 41 уровне. И я даже не знаю, как... Ну, по идее, по идее, я у нас играл на этом устройстве, и оно мне довольно-таки неплохо зашло. Но как это будет у нас ситуация обстоять на легендах, мы сейчас с вами увидим, узреем, потому что сейчас, в данный момент, на этих диапазонах у нас очень много чуваков катается как раз-таки с защитой от страйкера, на самих страйкерах, поэтому... Ну, мы, короче, с вами поглядим и посмотрим. Да, кстати, не звай у нас про лайки по данным видеороликам, если ты хочешь, у нас какой-нибудь прям масштабный мега-обзорчик, как раньше делали, а? Вот с вами давай договоримся, если, короче, по данным роликам наберется у нас... Ну, наглядеть не буду, 300 лайков. Сделаем опять у нас ролик по обзору всех вообще устройств на какую-то определенную пушку. Опять начнем. Итак, будем проходиться, 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 вновь, вновь и вновь. Короче, ну, как в старой доброй помощи, там я год назад еще записывал, тем более там у нас уже новые всякие устройства походили, поэтому, думаю, надо что-то такое записать, надо что-то такое сделать, поэтому это у нас еще актуально. Так, спасибо большое, спасибо, спасибо, спасибо. Игроки не играют, а, как говорится, матчмейки у нас не заходятся, да? Понимаю, в принципе, ничего удивительного, ничего нового, но мы сейчас с вами пойдем, мы сейчас с вами что-нибудь такое замутим, и кого-то там мы попробуем завалить. Ну, по-моему, по-моему, когда я играл у нас на этом устройстве, на тех же самых званиях легенда, ну, тогда, кстати, ажиотажа еще такого не было с Теслами. Дичайшего Тесла, конечно, были, но ажиотажа такого у нас вроде как не было. Вот, поэтому, поэтому посмотрим, поглядим, блин, карту такую, конечно, еще дать. Ну, ладно, 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 ты не возмущаешься, чего сразу возмущаться-то начинаешь? Так, опля, опа, пробили мы ему, а мы... Мы ему не только, как говорится, пробили, мы его нафиг убили. Так, чувачки, которые у нас, соответственно... Соседи, вы там что такое творите, что вы такое делаете? Так, защиту, соответственно, разрушили, и чувачка... А чувачка мы у нас не заторканим, потому что чувачок у нас играет с фризом, да? Ля, ты, конечно, крысюха крысяшная. А можно, пожалуйста, не старбань небо по три ему? Ну, это было просто приятно, потому что я, типа, ролик записываю, там все дела. Ладно, в общем-то, ничего страшного. Но вот против фризяра, да, нужно немножко иммунитета своего, мне кажется, надевать, потому что фризяра в последнее время у нас что-то офигевшее. Ух, крит-крит, какой приятный и прикольный критулька у нас прошел. Так, давай, чувачок, опа, мы тебе защиту разрушили, и он меня разрушил. Понимаю, в принципе, понимаю, ничего удивительного. Но, хотя, смотри, в общем-то, с этим устройством я у нас на первом месте достаточно неплохо. То есть, теперь, по факту, по сути, у меня есть два бесячих, как минимум, устройства на пушках, которые мне нравятся. И, если что, я могу их комбинировать. То есть, первая, как говорится, пушка, которая прям всех будет бесить, это, естественно, ребята, естественно, та самая пресловутая Тесла, которая, я так думаю, будет раздражать абсолютно всех на отключение припасиков. Это, как говорится, и в баню не ходи. И так, как говорится, очевидная ситуация. Вот, и вторая пушечка, это теперь для меня будет страйкер, который... Ой, ты что такой душнила, прям душнилский играет на фризике. Так, я тебя понял, я тебя услышал. Вот единственное, как он меня перестреливает, это то, что он меня замораживает и отключает мне ДДшечку. Можешь устройство надеть с защитой от заморозки. А? Может быть, как говорится, бахнуть эту штуку, бахнуть эту тему. Ну, а что нет тогда, да? Правильно, правильно. Так, давай, мы тебя влупасим, как говорится, разрушение. И этим разрушением по полной программе воспользуемся. Все, нормально. Вот это, вот это я понимаю, вот это, вот это пошла жара. Тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Так, давай, еще вот так вот эту штуку замутим. А, иммунитет взял, да? Иммунитет взяла девочка моя любимая. Ну, ладно тебе, ладно, что иммунитет. Не нравится разрушение, да, тебе? Ну, понимаю, понимаю, что разрушение не нравится. А, что поделаешь, правильно? Вот ты гад такой, я не знаю, я наверное не игрок у нас в связи с этим на легендах, прям очень большой, потому что я у нас знаете, люблю как в старинку, когда помните еще в битвах не было соответственно переодевания, когда можно было переодеться в том случае, если ты используешь баг игры, как говорится заходишь сперва на другой сервер, там переодеваешься и потом обновляешься на этом серваке, тогда как говорится у тебя переодевалка работала. Вот я все равно это делал крайне-крайне редко, крайне мне это было впадуло делать и наверное с тех времен, когда я у нас дико задротил, вот эта тема у меня еще и осталась, поэтому, ну не знаю, мне эта штука не дается, когда меня кто-то начинает бесить в битвах, я просто знаете делал такой вид, ну ясно, понятно, ясно, ясно, понятно, понятно, ясно. Куда это мы убежали, куда это мы уехали, а? Давай, молодой человек, на тебе, а у тебя-то разрушение имеется, да? Ну давай, а все, не морозится, да? Бывает, друща, бывает, бывает. Да зачем? Я только на овердрайве хотел с этим чубзиком подуэлиться, а ты влазишь в нашу дуэльку и это вообще не делал, ты что, совсем что с ума спятил? Ну с ума спятил по-любому у нас этот человечек. Блин, я, кстати, еще у нас на страйкере, немножко, ребята, разучился играть, не обращайте на меня внимания, потому что в последнее время я у нас играю only на Тесле, вот, устройство выпало мне на отключение нарки, я, как говорится, пользуюсь им в самом-самом, что ни на есть, активном порядке. Вот, поэтому сейчас я у нас изучил, да ты не телепортируешься, ну зачем ты телепортируешься, а? Вот, сейчас я у нас изучаю геймплей только лишь на этой самой Тесле, вот, а, а, страйкер забыл, ну ничего, на нем, в принципе, научиться, дело-то только вечером, можно сесть, соответственно, на вечерочек, научиться на этом всем деле играть и все, у тебя будет все четко, все найсо. Так, ну не, ну хорошо, хорошо, просто замечательно, устройство обалденное, офигенное, ребята, опять же, всем советую, не пожалеете точно и 100%, то есть иммунитет от пробития, конечно, у некоторых молодых человеков есть, но, как вы понимаете, есть они в таком, в достаточно маленьком количестве и не все их используют, поэтому вот этой штукой можно прям пользоваться от всей души, от всего сердца. Блин, а что у нас начали еще все кататься со спасателями, а? Я, конечно, не подстрекатель, не подстряженец, но что-то, ах ты гадень такой запарил меня, давайте, я иммунитет все-таки снимать не буду от Эми, но переоденем, как говорится, и оденем защиту хотя бы от фреза, чтобы он меня не бесил, вот, поэтому, ну бесит, чувачок, прям бесит, раздражает, ну, нужно какую-то защиту все-таки против него, как я понимаю, нацеплять на себя, ну, не надо, в смысле, так у меня же иммунитет стоит. А, блин, у меня иммунитет стоит от отключения припасов, ну, ты взял и унизил меня, зачем? На ролике, я же ролик записываю, ты что, совсем шучу, с ума спятил? Ну, ролик, блин, записываю, он берет меня, как говорится, и уменьшает, ну, в принципе, для меня самый главный показатель, как я еще раз повторяю, это не то, что мы выиграли в катке, вот, потому что в последнее время в битвах у нас играют сами, знаете, какие люди, вот, если тебе просто-напросто не повезло с командой, то, значит, тебе просто-напросто не повезло с командой, и ты у нас здесь не затащишь названия легенды, я имею в виду, вот, потому что на мелких диапазонах вы там понимаете, да, как эта вся ситуация работает, если, в принципе, у тебя имеется прокачанный мега-аккаунт, мега-донатер, ты, в принципе, можешь играть там один против всех, никто тебе ничего не может сделать, это вот именно штука, таким образом у нас и действует, вот, поэтому не нужно забывать об этой теме, вот, а на легендах, к сожалению, да, на легендах, ребят, к сожалению, у нас все по-другому, так, ну, на тебе, на тебе, дру еще, небольшую, не понял, у меня же там было больше половины хп, как, как он меня так заваншотил, не понял, не понял, не понял, непоняточка какая-то у нас произошла неприятная, так, а пробития я-то ему не могу и наносить и со своим, этим самым, да, и со своим, соответственно, чувачком, который накладывает пробитие на, на других чуваков, так, все, отработали у нас молодого человека, ах ты гадина такая, взял, выпустил своего шарика, шариков своих там, бобиков, держи, пожалуйста, в будке, не надо их на меня пускать, я понимаю, что они у тебя, скорее всего, стали какие-то дикие и очень быстрые, и ты этому очень сильно рад, но давай, пожалуйста, не надо, давай, пожалуйста, не надо, я эту тему не люблю, я эту тему не уважаю, поэтому мне шарики вот это вот на арисах вообще прям никаким образом не устраивает. Вот единственное, что меня, знаете, раздражает в страйкере, пушка хорошая, пушка прикольная, но это все-таки не забываем, что ракеты, вот, а ракеты имеют свойство врезаться в разных чувачков, и если ты, как говорится, этот момент не проконтролируешь, он будет мега для тебя неприятный. А что, все, на фрезе у нас не верно, но это ошибка, по-моему, была, это, по-моему, для него прям была фатальная и тотальная ошибочка, потому что, ну, все, у него, получается, уже нет такого свойства, чтобы меня бесить и отключать мне все под подряд, да? Ну, я имею ввиду ДДшку, вот, да вы охренели, что ли? Один, трое на одного, так это не делается, гады такие, так, ладно, гады такие меня немножко задушили, немножко, говорит, передушили, ну, ладно, ничего страшного, так, пробитие у нас имеется, давай, друзья, тебе тоже пробитие наложим, а что, я у нас, да, могу, могу себе позволить, могу себе это сделать, вот эту вот кепку нужно еще снять с этого монумента себе, чтобы он не выпендривался. Что? Не получается, да, отключать припасы? Ну, бывает, друзья, самое главное, не расстраивался. Тесла, а не, у него Тесла не на отключение припасов, у него просто быстрые Тесла, ну, такое себе решение, по-моему, фрез был, по крайней мере, для меня, знаете, максимально неприятной штукой, а это, типа, такая себе, такая себе, блин, мне бы вот критули сюда, было бы замечательно, а крита у меня почему-то не вылетает, а почему она не вылетает? А потому что не везет мне, крита у нас вылезает только у тех чуваков, которые прям мега везучие молодые человечки, да? Так, ну давай, попробуем, так, попробовали, не получилось, ладно, ничего страшного. Во, так, на тебе, разрушение, на тебя, на тебе, вот такую штучку, на тебе, следующую штучку, на тебе тоже ракетку, я у нас вообще сегодня добрый, прям мега добрячий чувак, поэтому раздаем штучечки абсолютно всем, на тебе еще одну ракетку. Во, полежи в минусе, а то играй со своим спасателем, блин, хрен убьешь этого чувачка. А, блин, на туре, я же его не могу убить из-за того, что он на спасателе играет, а не из-за того, что я, у него там какие-то иммунитеты от меня. Сейчас же, сейчас же, не знаю, говорю почему, у нас чувачки начали играть на спасателях, но, опять же, если что, можешь использовать, можешь юзать. В последнее время, на даже званиях легенды, я у нас вижу достаточно часто эту штуку, этот моментик, когда у нас репзики играют на спасателях, со спасателями, и, в принципе, достаточно неплохо отыгрывают. Вот, поэтому, да, имеется такая штука, имеется такое свойство. На тебе, разрушение. У меня еще что радует, разрушение, как говорится, у нас имеется, да, куча разных устройств на пушек выбивается, а иммунитеты есть не у всех, очевидно, не у всех есть иммунитеты. И все-таки, в каких-то моментах, таких эдаких, у тебя, получается, достаточно неплохо с этой всей штукой играть. Потому что ты надеваешь на себя разрушение, и оно есть только у истинных каких-то задротов, либо у истинных донатеров. Вот, поэтому, либо ты задрот, который не тратит время на игру очень много, либо ты донатер, который не тратит очень время на игру много, либо ты, соответственно, задрот, который у нас выполняешь все ивенты и забираешь все, соответственно, всяких разных челленджей и мероприятий. Не говорю, что это плохо ни в коем случае, вот, просто это вот так вот называется. А то, а тому, что ты как раз таки из тех самых, кто любит позадротить, кто любит повыбивать все себе бесплатно и сейчас обидишься на меня, а я же того, как такого-то плохого и ничего про тебя не говорю, правильно, правильно. Вот не надо обижаться, обижаться это такое себе дело, такое себе занятие. Так, ну куда ты, ну куда ты, на тебе, еще одну ракетку. Так, ты у нас без иммунитета, насколько я знаю, опа, разрушение. А зачем ты ко мне едешь? У меня же от тебя защита вроде как стоит, да? И достаточно неплохая. А, нет, я от тебя защиту снял, понимаю теперь, почему он до меня едет, потому что он, как говорится, может себе позволить, может меня заморозить, может меня немножко оттараканить. Так, ну давайте уже, что-то решаем, что-то такое потеем. Но, блин, опять же, как говорю, устройство прикольное, устройство офигительное, мне оно очень нравится, очень зашло. И все-таки я у нас не пожалел, что прикупил себе этот челлендж, потому что челлендж, что-то говорю, стоящий только ради одного вот этого устройства. Лично, опять же, ребят, для меня. Вот лично для меня, как для любителя страйкеровода, в свое время я у нас на этой пушечке прям отыграл достаточно много. Ни один челлендж прошел за, как раз-таки, на как раз-таки званиях легенда. Вот, на мелких, кстати, диапазонах я у нас со страйкером вообще не играю. Не знаю, почему. Может из-за того, что он сильно такой имбовый. А может быть потому что, потому что, потому что... А все, дартанчик, все! Ну байся обыкновенный, не получилось, не повезло. Так, чувак, что-то там на фрезе, что-то там опять одевает, переодевает, что-то там, я не знаю, модится такая прям новомодная. Раздевается, переодевается, что-то там мучает, что-то там делает, что-то там, что-то там, короче, он строит. Опять против меня, да, переоделся? Что-то нацепил, что-то надел. Или нет? А, он, он снял от этого? А, нет, от разрушения он не снял эту штуку. А чего он снял? Эту штуку, не знаю, короче, от чего-то он снял. Что-то он сделал себе, что-то переоделся. Возможно, какой-то резистик себе еще нацепил. Но я не знаю, я говорю, я так не могу. Я у нас не модница, моднява, я у нас каждую секунду в битвах переодеваться не умею. Да и не хочу, на самом-таки деле, поэтому мне это не нравится. Я такое не ем, я, как говорится, не козел. Так, да подождите, сейчас я у нас вот эту кепочку уберу отсюда. Кепочка, дратуйте. Да, не дали кепочку немножко дострелять, не дали кепочку немножко убить. Ну, такое себе занять, такое себе дело. Ладно, мы здесь, в принципе, наверное, уже не выиграем. Хотя печально, грустно, больно, но перезаписывать я у нас не буду. Потому что, ну, зачем перезаписывать, если, как говорится, у нас хатка попалась достаточно неплохая. Мы здесь с вами отыграли достаточно неплохо. Ну, не повезло с командой. С кем не бывает, это, как говорится, сейчас нынешние танки онлайн. И если тебе не повезло с командой, то, значит, тебе не повезло с командой. А ух, так говорил, что Конфуций в 1729 году. Поэтому здесь, как говорится, мои полномочия, они уже это самые. Вот и, угу, понимаю. Вот и, как говорится, его спасатель у нас сработал. Прям побесил достаточно меня, Занька, побесил. Понимаю. А почему вы мне показываете, что у меня ГС 0? Не понял. Орех! Чё за баг? Кто украл мой ГС? Слышь? Э? ГС верни на базу. Я, конечно, не подстрекатель, но ГС, по-моему, нужно на базу вернуть прям. От души, от сердца. Он у меня в гараже тоже пропал? Интересно. Или это у меня чисто такой баг? Или все видят, что у меня ГС 0? Сейчас, наверное, подумаю, что я на баз какой-то непрокаченный. Ха-ха! На баз какой-то непрокаченный на первом месте сидит, играет. И, в общем-то, у всё, да? И, в общем-то, у всё. Не, ну ты сам видишь. Отрыв, как говорится, от второго места у нас очень большой. И по киллам. Я у нас оторвался и по очкам. Поэтому здесь, как говорится, мои полномочия уже это самое. Почему у меня ГС 0? Это, конечно, ещё стоит выяснить. Почему у меня 0 ГС? 0 ГС. Лайкайся, охренел. Орех! Верни ГС в Айдеру. У меня всё прокачанное. 4 модуля стоит. Отдай ГС обратно. Я вот перезахожу. Гад такой. С вами был Вайдер. Всем пока. Удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...